Машины бывают разные. Не только по габаритам, весу, комплектации, качеству и доступности, но и по предназначению. Сегодня мы расскажем об уникальном в своем роде автомобиле. Автомобиле, который дарит любителям музыки качественный звук. С виду это вроде обычный автобус Mercedes, но это только снаружи. Попробуем заглянуть внутрь. И что мы видим? Уникальную мобильную студию. Действительно чудо, потому что автомобиль уникален. Уникален тем, что, во-первых, это собрано фирмой Siemens в Германии. Рука нашего человека здесь не касалась практически ничего. Только эксплуатируем и пользуемся. Вот перед вами пульт NIV III. Пульт легендарный. Такие пульты стоят в очень дорогих студиях. Мадонну, такой пульт у Мадонны, Питера Гэбриэла и многие другие мировые звезды пользуются до сих пор этими пультами. Эта чудо-техника, на сегодняшний день, можно сказать, находящаяся в России в единственном экземпляре, очень востребована и используется везде, где нужен хороший звук. Сзади громадные барабаны, там катушки с кабелями, которые позволяют на расстоянии 200-300 метров в поле выкинуть эти катушки, подсоединить там к сплит-фистеме, к любой, и записывать любые фестивали, галоконцерты, как на стадионах, так и в закрытых концертных площадках, и просто в поле, где проходят большие фестивали. Его в основном используют те певцы и музыканты, кто ценит качество звука и предпочитает петь вживую. Совсем недавно услугами этой передвижной студии пользовались Лариса Дольна и Сергей Мазаев, который работал с легендарным звукорежиссером Крис Кимзи из Лондона. Крис Кимзи в свое время записал рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда», писал такие группы, как «Роллинг Стоунс», «Дюран Дюран», «Лондонский симфонический оркестр» и специально приезжал в Москву для записи нового альбома «Моральный кодекс». Но мы увлеклись музыкой. Не будем забывать о том, что нас интересует все-таки машина. И помимо потрясающего звукового оборудования, она оснащена полами с подогревом, точечным светом, климат-контролем, мягкой амортизацией и многими-многими техническими новинками. И несмотря на то, что его очень долго и упорно пытаются купить иностранные товарищи, он пока остается в России. К счастью для тех, кто увлекается настоящим живым звуком.